Здравствуйте, люди! Добро пожаловать в принцип Гольдерба. Сегодня две даты совпали, два события в один день, 75 лет назад. 75 лет назад Красная Армия была освобождена Освенцим, и по решению Организации Объединенных Наций эта дата признана Днем памяти жертв Холокоста. И тоже 27 января была снята в полном объеме блокада Ленинграда. Казалось бы, Освенцим это страшное кладбище в первую очередь для еврейского народа, хотя там огромное количество было уничтожено украинцев, поляков, и немцев, и русских. А Ленинград, ну на тот момент символ Советского Союза, что может связывать? А связь очевидна. И там, и там нацизм испытывал на людях свою дьявольщину, свое оружие. И там, и там он приговорил людей, безвинных людей к смерти. За годы блокады в Ленинграде погибло полтора миллиона человек. Детей, женщин, стариков. Мужчины, как правило, уходили на фронт, а беззащитные детвора и пожилые люди оставались в городе. Полтора миллиона человек. Сколько погибло в Освенциме, точно сегодня сказать не может никто. Называется количество людей, простите, 4 миллиона. Кто-то говорит полтора миллиона. Немцы заметали следы, как могли. Немцы их приспешники. И точную цифру убитых назвать нельзя. Но так или иначе, факт заключается в том, что нацизм на этих двух названиях, на блокаде Ленинграда и на концлагерях, а Освенцим, Аушвиц, это символ немецких концлагерей, нацистских концлагерей, он показал всю свою античеловеческую сущность и показал, что будет с миром в случае, если мир позволит ему проявиться вновь в полную силу. Я хотел бы предложить вам, уважаемые люди, чтобы мы сейчас с вами на минуту замолчали. Выключите свои там магнитофоны, телефоны, еще что-то, помолчите минуту. Это в первую очередь будет уважение и дань уважения не погибшим. Это в первую очередь будет дань уважения самим себе. И надо помнить, как только ты отворачиваешься от чужой беды, ты поворачиваешься к беде своей. Поэтому давайте минутой молчания просто вспомним тех, кто погиб. Царствуем небесное. Несомненно, то время давало разные плоды. Появлялись конченые твари, которые совершали эти преступления, либо были пособниками в них. Точно так же в темень появлялись и светлые святые люди, которые совершали подвиги. Равным этим подвигам сложно что-то найти. Ну, допустим, Рен Сандлер, которая вывезла в своей тележке, в мешках, еще там в чем-то, из варшавского гетто 2000 деток. Шиндлер Оскар, чех, немец чех, который выкупил больше тысячи евреев за свои деньги. 2500 украинцев, праведников народов мира, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев от смерти. Януш Корчак, человек, который... Сзади меня он на экране. Человек, который написал знаменитую в начале 20 века детскую сказку о... забыл, принц-мануш, как-то так называлось. По ней еще фильмы, очень много фильмов было снято. И он был воспитателем детского дома. И когда немцы оккупировали город и захватили детский дом, эсэсовский офицер, который его узнал, он предложил ему перед погрузкой в вагоны, в концлагерь, предложил ему уйти. И этот человек ответил, «Нет, не все люди мерзавцы». И вместе с детьми пошел в этот вагон. Потом он зашел вместе с ними в газовую камеру и на руках держал двух самых маленьких. И им рассказывал сказку. Ну, в общем, не зря говорят, в темные времена появляются светлые люди. Такие дела. Ладно. А два дня назад был день рождения одного великого провидца. Вы, наверное, все его знаете. Он очень много песен написал, в том числе и про войну. Почему провидец? Потому что этот человек писал вещи или о вещах, которые сейчас сбываются, которые реализовываются. Это Владимир Семенович Высоцкий. Так получилось, что любовь к нему, к его творчеству, к его гению, в моей семье привил отец. Ну, и я не хочу очень много о нем рассказывать. Я уверен, что нашу передачу, нашу программу и в целом этот канал смотрят умные, грамотные люди. Вы сами, уверен, знакомы с творчеством Высоцкого. А те, кто не знает, молодое поколение, молодые украинцы, я вам очень рекомендую почитать и послушать его вещи. Уверен, что вы будете влюблены в них. Но переходом к следующей части программы я предлагаю сделать его же песню. Песню петь не буду, а вот в виде стиха ее продекламирую. Готовы? Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами воротясь во враг, а воротами на проезжий тракт. В дом заходишь, как, все равно в кабак, а народишь, как каждый третий враг, свортят скулу гость непрошенный, образа в углу и те перекошены. Кто ответит мне, что за дом такой, Почему во тьме, как барак чумной, Свет лампад погас, Воздух вылился, А лежить у вас разучилися? Двери настишь у вас, А душа взаперти, Кто хозяином здесь, Напоил бы вином? А в ответ мне, Видать, был ты долго в пути, И людей позабыл, Мы всегда так живем. Траву кушаем, Век нащавили, С кисли душами опрыщавили, Да еще вином много тешились, Раззоряли дом, Дрались, вешались, Я коней заморил, От волков ускакал, Укажите мне край, Где светло от лампад, Укажите мне место, Какое искал, Где поют, а не стонут, Где пол не покат. О таких домах не слыхали мы, Долго жить в потьмах Привыкали мы, Испокону мы в зле до шепоте, Под иконами в черной копоте. И из смрада, Где косо висят образа, Я башку очертя гнал, Забросивший кнут, Куда кони несли, Доглядели глаза, И где люди живут, И как люди живут. А вам не кажется, Что он писал О сегодняшнем дне? Вам не кажется, Что то, Что было написано В 1974 году, Практически полностью Реализовалось У нас в стране Через 45 лет? Вот оно, Оно все. Несомненно, Опыт, Который поставили Над нашей страной, Показал, Что дальнейшее Подобное Продолжаться Или не может, И нам нужно С вами эту ситуацию Изменить, Или отсюда, Как в песне У Высоцкого Будут уезжать Нормальные, Хорошие люди, Нам нужно Менять страну Или ее Просто не будет. Я Хотел Обговорить С вами И рассказать Вам Ну в общем-то Цель вообще Всего, Цель этой программы, Цель моей работы, Цель партии, Цель левых сил, Объяснить причину, Зачем я все эти годы Все это делаю, Для чего, Что хочу По итогу. Начинаем Ставить слайды, Поставьте Первый. А, ну давайте. У нас звонок, Алло. Алло, да. Алло. Алло, говорите, Пожалуйста. Алло, добрый Добрый вечер. Здравствуйте. Это Константин Киев. Я с вами вчера, То есть, Говорил буквально Накануне, Несколько дней тому назад. И вы Дали развернутый Хороший ответ, Который, Я, как говорится, Почувствовал Уважительность, Хорошее отношение И перспективы Наших будущих Взаимосвязей. Я представляю С собой, По сути, Сейчас Коммунистическую Партию У нас В прекрасной Абалоне. Я занимаюсь Вопросами Идеологии, Связываюсь С общественными Организациями. Прошу вас Задайте вопрос. Прошу вас Задайте вопрос. Здесь эфирное время. Я хочу быть С вами всегда Вконтакте. Вопрос Вопрос какой? Как вы Рассматриваете Перспективы Деятельности Союза Левых Сил В Повышении Влияния На Украинскую Общественность? На Тот Уровень, Который На самом деле Высокий уровень, Который Она должна Быть достойна. Да все В порядке Будет С Деятельностью Союза Левых Сил Как в целом Левого Направления В Украине Потому что Это нормальное Традиционное Естественное Желание Народа Здесь Жить По-человечески Получать Свое Зарабатывать Свое Содержать Государство Для того Чтобы Государство Помогало Это все Суть Левой Идеи Суть Левой Идеи Человек В центре Государство Вокруг Него Как Защитная Скорлупа А Забота Союза Левых Сил Сделать Эту Идею Государственной Вывести На Государственный Уровень И Сделать Правящей Идеей Тогда все Будет В Украине В порядке Когда-то Украина Была Создана Красивой Мощной Сильной Республикой Потом Она Столкнулась С определенными Вызовами И Все Разлетелось В тартарары Последние Почти 30 лет Наша Страна Проживает То Наследие Которое Создавали Наши Предки Отцы Деды На территории Украинской Тогда еще СССР Я считаю Что Левая Идея Абсолютно Будет Доминировать На территории Украины И Это легко Доказать Это легко Показать И человек Который Мне Начинает Рассказывать О том Что он правый А потом Когда начинаешь Выяснять А это Хочешь А это А это А это Да Да Ты понимаешь Что ты общаешься С человеком Левой идеологии Потому что Правая идеология Это насаженная Идеология Она Ненормальная Для Украины Маска Либеральности Или Либертарианства Уже Привела К минус 20 миллионам Человек На территории Украины Только за годы Порошенко Минус 10 миллионов На территории Украины Задумайтесь С этими цифрами Не может сравниться Даже Великая Отечественная Война Потому что Тогда Весь Советский Союз Потерял 27 миллионов Человек А здесь Одна Украина Потеряла Уже 20 Их Нет Умерли Уехали Вот так Поэтому Я уверен Что Левая Идеология Левая Партия Станет Доминантой И Тут важная Вещь Мы не будем Ничего Реформировать Потому что Реформы Это Дискредитированная Девальвированная Ерунда Это Обман Вы Видели Уже Сами Пенсионную Реформу Медицинскую Реформу Реформу Образования Когда Химию Физику Математику Человек Без образования Министр Хочет Заменить Обучением Практики Сексуального Опыта Или Чего-то Такого Сложно Даже Что сравнивать Для чего Это делается Для Дебилизации Общества Потому что Дебильными Проще Управлять Потому что Бедными Разоренными Проще Управлять Вот что Несет в себе Либертарианство Как таковое Либертарианство Это маска Дикого Капитализма Олигархического Капитализма Мы его Поимели На территории Точнее он Нас всех На территории Украины И Украину Вместе с нами И это все Продолжается Последние Три Десятилетия Легко Увидеть Включите Дальнюю камеру Посмотрите Посмотрите Подождите Посмотрите Право По сути Превратилось В бесправие Вот Вот что такое Либертарианство Вот что такое То что сегодня Пропагандируют Свобода В бесправии Демократия В фарс Государство Совершенно Не защищает Разоряет И изгоняет Жизнь Людей Обесценена Права Игнорируются А скажите А скажите Пожалуйста Разве Каждый Из вас Не хочет Здоровья Долголетия Богатства Для страны Богатства Для себя И своей Семьи Доходов Добробута В семье Справедливости Наказания Для негодяев Хотите Каждый Ответит Да Хочу Каждый Ответит Я хочу Чтобы у мамы Была нормальная Пенсия Я хочу Чтобы я Который Формировал Эту страну И платит Налоги На ее Содержание Получал Нормальную Медицинскую И государственную Помощь и защиту Хотите Конечно Хотите Хотите Чтобы ваши Потребности Были В центре Заботы Центром Проблемы Хотите А это И есть Левая Идеология Нормальная Левая Идеология Абсолютно Нормальная Она касается Всех Украинских Бизнесменов Предпринимателей Интеллигенцию Рабочих Тех крестьян Которых Сейчас Под видом Земельной Реформы Будут просто Выгонять Со своих Участков И фермеров Кстати Украинских Мы все В этом смысле Одинаковы Потому что Кое-кто Как когда-то В сороковых Годах На Ленинграде На украинцах На русских На евреях На белорусах Поставил крест Кое-кто Хочет Повторения Посмотрите Разве я неправильно Привел параллель А? Раньше Гитлеровцы Вывозили Украинский Чернозем Сегодня Пожалуйста Засланные Сюда Казачки Его пытаются Распродать Тем Даже Воевать Не надо Было Видите Раньше Гитлеровцы Вытягивали Отсюда Рабочую Силу Помните Вагоны Загружали И везли В Германию Остарбайтеры Это называлось Что происходит Сегодня Молодые Крепкие Нормальные Люди Вынуждены Искать Пропитание Не на территории Украины А за рубежом Задешево Разве История Не повторяется Посмотрите На улицы Вам по душе Зигующие Уроды Нацистские Символы Факельно-фекальные Шествия По душе Я уверен Нет Я уверен Нет Вам по душе Когда Ваш президент Пытается Ерзать И влево И вправо И на север И на юг Как же так Почему так Президент Что происходит Почему сегодня Вы заявили о том Что Ну Наша предыдущая родина Советский Союз Мы же не виноваты Мы в ней родились И мы ее видели Не только с плохой стороны И вы кстати тоже Вы мой одногодка Как же так Почему вы заявили Что она стояла У истоков Второй мировой войны Холокоста Это Советский Союз Стоял у истоков Холокоста Серьезно А ничего Что эта Красная Армия Прекратила Этот самый Холокост А ничего Что начало Холокоста Это 36-й год Окупация Чехословакии А потом Австрии А на самом деле Он начался В Германии Гораздо раньше 32-33 год Просто так История Звучит Что же не так Сделали Ваш же дед Дважды Кавалер Двух орденов Красного Знамени Это на самом деле Ну Герой Человек Что не так Зачем Зачем стесняться Зачем пытаться Стать Своим Для чужих Зачем Зачем Героизировать Бандитов И пособников Нацизма Зачем Отмечать 120-летие Со дня Рождения Руководителя Вспомогательной Полиции В Дубно Или Ровно А ведь Ваши Депутаты Проголосовали За это Ваши Ваши Либертарианцы Они Проголосовали За вспомогательную Полицию Они Я не знаю Что происходит И зачем Это делаете Но я бы Ответил Вам так Затем Презрев Шестую Заповедь Оставленную Про отцами Он Растворялся В трупном Запахе В одной Колонне С мертвецами За дом За кузницу За прадеда Он шел На Прагу И на Вену Наверное Это было правильно Иначе бы Не шел Наверное Иначе бы Талмуд Почитывал И раздувал Мехи для горна Скупую денежку Почитывал И жил себе Не зная Горя А мне Вилят Сегодня Каяться За то Что мы Переплатили За кузницу За то Что кажется Не так Как надо Победили За то Что жили Мы неправильно Неправильные Песни пели За то Что закопали Недоговоренные Фразы На 75-летие Холокоста Украинский фронт Это Название Огромного Армейского Соединения Красной Армии В которой Воевали все А название Такое Дали По той причине Что задача Была Первого Украинского Фронта Как и Второго Украинского Фронта Освобождать В первую очередь Территорию Вот эту Украины Вот почему Такое название Командовали Им разные Люди Да Действительно В Аушвиц Одним из первых Ворвался Анатолий Шапира Наш земляк Житель по-моему Полтавской области Еврей по национальности Но были и Других национальностей Люди А в целом Это сделала Красная Армия А насчет того Кто развязал Вторую мировую Я не знаю Я удивляюсь Как можно радоваться Что Ветрович Аплодирует Этому докладу Я думаю Порошенко Рюмку накатил За такой доклад Короче говоря Люди Ни в коем случае Как говорил Преображенский Двум богам Служить не получится Не получится Быть хорошим Для Малочисленных Агрессивных Нациков И хорошим Для памяти Своих Дедов И прадедов И Всей остальной Страны Не получится Знаете что получится Получится запретить Нацизм Жестоко Запретить Не жалея Это получится Только это желать Надо Хотеть Получится Изменить ситуацию Как я этого хочу Я хочу Создать На территории Нашей страны Хорошее Красивое Государство Страну Социального Максимума Вот то что было Написано Все реально И это делается И основа Для этого есть Поставьте Следующий Давайте меняем Страна Социального Максимума Это то что Хотят все Сегодня люди Это то что Необходимо И ерзать Здесь не нужно И переживать Не нужно Потому что Правда Есть правда И желание Есть желание И необходимость Есть необходимость И можно Рассказывать Все что угодно О прекрасных Экономических Реформах И о том Как нужен Засланец Гончарук Но Факты Не изменишь Украина Летит в тартарары С такой политикой И как Мне кажется Президенту Стоило бы Поменять Этот кабинет Министров И уж точно Разогнать Этот парламент Там звонок Еще есть Или Ну давайте Возьмем Алло Сейчас Секунду Да я подожду Недолго Добрый вечер Здравствуйте 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 Добрый вечер Добрый вечер На ваши вопросы Были Были Так называемые Подразделения Юден Полицай Это правда Среди евреев Были и такие Которые пытались Ценой жизни Других евреев Выжить Все верно Но Вряд ли Они спали На шелках На мехах И то Что сейчас Было сказано Это просто Откровенное Вранье Кстати говоря Их убили Одними из первых Приотступлении Так что За проданцем Предателем В общем-то Своя Быстрая смерть И подошла А касательно Того Кто В основном Работал В обслуживании Освенцима Надо Почитать Недавно Выложенные Поляками Списки Сотрудников Охраны Освенцима Внутренней охраны Я Не делю Людей На национальности В отличие От Вот этого Звонившего Я считаю Что негодяи Есть в каждой Нации Но раз Такой вопрос Сейчас прозвучал Я отвечу И это Свидетельство Поляков Основными Фамилиями Во внутренней охране Освенцима Были фамилии Латышские Украинские Литовские И польские Я ответил На этот вопрос Теперь идем дальше Возвращаемся К первому вопросу К шести Подождите Если Возвращаемся К первому вопросу К шестидесяти миллионам Убитых Как человек сказал Или машина Я не знаю Что это сказал С семнадцатого По какой там Двадцатый Или тридцатый Год он назвал Первое Посмотрите Внимательно Количество Народонаселения На территории Бывшей Российской Империи По тому Что было сказано Была уничтожена Вся Российская Империя Со всем Населением Это просто Физически Невозможно Это раз Я говорю Это для того Чтобы было понятно Насколько Провокационно Брехливо Сейчас была Озвучена Информация Теперь два Да Действительно Среди Тех Кто делал Революцию В России Было много Евреев Равно Как было Очень много Латышей Равно Как было Очень много Грузин И кстати Говоря Один из них Долго управлял Советским Союзом А допустим Уроженец Черкас Устроил Был руководителем Красного террора На территории Крыма Так что Что ж ты за это Не говоришь Трофим Трофимович А в оцеплении Вокруг Сел Украинских Сел Российских Сел Откуда Изымали В продразверстку Зерно И продукты Питания Стояли Точно Не евреи Их бы Не хватило Это были Обычные Красноармейцы Украинской Русской Белорусской Национальности Вот такие Факты И почему-то Товарищ Который Сейчас Пытался Зачитывать И кстати Дружище Это ты Празднуешь Холокост Я не праздную Я скорблю Равно Как я скорблю В день Голодомора Равно Как я скорблю В другие Дни Когда Погибли Невинные Люди Редакция Я вас очень прошу Отсеивайте Дерьмо В эфире Хорошо Ну вы ж видите Оно или больное Или очевидно Провокационное Идем дальше Еще звонок Ну давайте Алло Да Алло Добрый вечер Здравствуйте Добрый вечер Я перепрошу Видите Будь ласка Телевизору Вас не чутно Ви розумієте Питание таке Я полностью Згоден Что Действительно Треба покаяння Не тільки Немецкого народу Перед еврейским Але и Украинского народу Литовского Испанского Итальянского И И это было Не тільки В Немецчині Немецких народов Як догоев А себе Не треба Ставить Народом Обраним Мабуть В цьому І вся трагедія І треба Мабуть Так зробить Щоб не було Як доктора Ходоса Було написано В книжки До речі Теж єврея Скажи Каребе Віднедаром Кончається Все баб'єм Яром Треба Каятись Усім І нам І євреям Що це Не повторялося В мене до вас Запитання Ви поклали трубку Чи ні Слухівку Ні-ні-ні Я вас слухаю А наведіть мені Будь ласка Приклад Тієї людини Єврейської Національності Яку ви знаєте І яка Ставиться до вас Як не до людини А як до Гоя Будь ласка Зараз Прізвище Та ім'я Це протоколи Сіонських Мудрецтів Ні-ні Я прошу Ні-ні Чекайте Я прошу На вашій пам'яті От зараз Хто з ваших Знайомих Єврейської Національності До вас Особисто Ставиться Як до Гоя А себе Перед вами Виносить Як людини Обрани нації Будь ласка Назвіть Прізвище Цієї людини Значить так Колись я працював На меблевій фабриці У нас був там Головним директором Пан Німіром Єврей Прізвище Таке Німіром Одного разу Я до нього Зайшов І зробив Раз Предложення Для того Щоб не крали Там На меблевій фабрикі Він Він мені Просто сказав Вийди отсюда Хто ти такий Фактично Він мені сказав Ой Не ліжу Ті діла Ми як крали І будем працювати самі Ясно Оце відношення Я думаю Навпаки мені скаже Дякую тобі Дякую Кладіть Читайте далі Протоколи Сіонських мудреців До речі Це Вже історично Доведено Що Дякую Псевдодокумент Был создан В своє время Царська охранка Це було Зделано В начале ХХ века Именно для Активизации Антисемітського Настроення На территории Российской Імперії Ну, видите, І зараз Работає Що касається Религії Я не специалист Вопросах религії Я сам прихожанин Православной церкви Пока ще не сталкивался С тем евреем Который ко мне Бо относился Свысока І считал б меня Гоем Или как там Недочеловеком А вот Евреи При помощі В том числе Вот таких вот Сторонников Протокола Сіонських мудреців По полной программе Столкнулись С тем Что такое Унтерменши Кстати говоря Унтерменшами Арийцы называли И украинцев И русских Напомню Десятая часть Лишь подлежала Жизни Оставлению в жизни После того Как сюда Было нашествие Нацистов Это было В документах И в распоряжениях Фюрера Немецкого рейха Это впроваджували В життя Сами Ну в общем-то Вся немецкая Фашистская машина И ее пособники Что касается того Кто Должен каяться То Я бы сказал Таким образом Каждый из тех Кто Каким-то образом Молчанием Или действием Допустил Совершение Подобного Преступления Должен каяться Любой нации Любой национальности Каждый Тут нечего Объяснять Для нормального Человека Все ясно И все понятно Я только что Попросил Специально Привести пример Ну пример Вы услышали Это все собственно На что способны Антисемиты Протокол Протокол Сионских мудрецов Знаете что Давайте мы к этой программе Позже вернемся Протокол Сионских мудрецов И директор Фабрики Мне когда-то сказал Пошел отсюда Это да Это весомо Ой боже Давайте другое Итак Ну давайте Давайте оставим Пока это Итак Наша задача Вот кстати говоря Была интересная вещь Я как-то написал пост Касательно Соборности Украины Пост был о том Что на самом деле Никакого единения нет Это миф Нас пытаются обмануть Искусственно созданной картинкой Но при этом Работая исключительно На разжигание Внутренней вражды И Наша задача Переступить через это Наша задача Найти основу того Что сегодня может Объединить Украину Вы смотрите Историческое прошлое Переписано Часть Украины верит В одно Часть Украины считает По другому Часть Украины Вообще никак не считает За эти годы Общее историческое прошлое Размыли Далее Сделали все для того Чтобы люди Попав в бедность В нищету В бесправие Сегодня думали Об одном Как выжить Кстати говоря Когда-то нацистские Палачи Тот же самый принцип Применяли в концентрационных Лагерях Тогда людям будет Не до восстания Не до сопротивления Не до умной мысли Культура Разная Язык По большому счету Оказывается Разный Раньше мы все говорили На одном языке Я считал Что я говорю На украинском языке Оказывается В моем правильном Тогда я думал Классическом украинском Не было слов Члынькиня Или там Прочей какой-то ерунды Которая точно К украинскому Не имеет отношения И которую сейчас Нас всех заставляют Изучать И считать Что это основа Украинского языка Причем это делается Насильно Ломая Половину Русскоязычного Населения Украины И так далее И тому подобное В веру залезли Да Вот сейчас мы слышали Спич о том Что Еврейский народ Должен отказаться От своей веры Интересно До этого Порошенко Создал свою Искусственную церковь Рассказав о том Что другая Украинская церковь Это не настоящая церковь И там все агенты Кремля Вот Лезут Во все С одной Единственной целью Чтобы не было Этой самой Соборности Чтобы разломать Ее И для того Чтобы ее достичь Уверен Есть единственный путь Мало того Мало назвать это Установить мир На украинской земле Об этом говорят все Надо понять На какой почве Этот мир будет Жить На какой почве Этот мир будет Развиваться Потому что Приведенные сейчас Примеры Говорят о том Что Ну Мы разные Или нам заставили Понять Что мы разные Я считаю Что это вопрос Экономика Я считаю Что сегодня Украина Отторгнутая По сути И Европейским Союзом Вы ведь знаете Об ограниченных Квотах Вы ведь знаете Что они нас Рассматривают Исключительно Как рынок потребления Их товаров И не больше В этом смысле Они нам Никак не друзья А в лучшем случае Партнеры И Украина Сама поломала Традиционные рынки И на сегодня Мы остались Один на один С бушующим миром Мы никому По большому счету Не интересны Нам придется Или выживать Или окончательно Терять государственность И мне думается Что именно Возрождающаяся Украинская экономика Может стать Платформой Для единения Государства Западной Украине Будет что-то нужно От Восточной В Восточной От Северной части Северной части От Юга Центр Понятно При всех делах Как только Все будут Вовлечены В экономический Процесс Во многом На второй план Уйдут Искусственные Раздоры Искусственные Обманы Искусственные Накаленные Страсти Это один Из вариантов Того Как привести Страну К миру Это И кстати говоря Очень важным Шагом В этом смысле Явился бы Указ Зеленского О деблокировании Донбасса Здесь речь идет Исключительно Об экономических Вещах Экономических Мотивах И экономических Целях В таком случае В Украину Пойдет Украинский Уголь В таком случае В Украину Пойдет Квалифицированная Где нужна Рабочая сила В таком случае На огромный Рынок Востока Пойдут Украинские Товары Сейчас их Там просто Нет Начнется Заново Создание Общеэкономической Зоны Общего Экономического Пространства Просто Висит Картинка Украине Мэр А с учетом Звонков Я решил Что Будет правильно Показать Каким образом Можно сегодня Убрать эту тему Вне всяких Сомнений Полная Деноцификация Причем Абсолютно Решительная Абсолютно Жесткая И это Должна Должна быть Политика Государства Точно Так же Считаю Что Вне всяких Сомнений Пересмотр Результатов Великой Отечественной Войны Результатов Нюрнбергского Трибунала Раз уж Мы сегодня Говорим О Преступлениях Фашистов Это Несомненно Важно Носил Петлицу СС Ты ССовец А ССовец Это Преступник Точка Все остальное Чушь Собачья Что там Звонки Или Идем дальше По картинкам Алло Ну давайте Алло Добрый вечер Я вас Бачу Прекрасно Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Вы только что говорили Про мир на Донбассе Я говорю За мир Я думаю Так Уз погляду Про свою Люди Нехай Уряд наш И наш Пан Президент Дасть Донечанам Те Чего они Хочут Цю Російську Мову Державною Аптономию Ченецким Цем Прикратить Оце Оце И Надаю Слухать Оце По Коли Бачите Там Того Было Того Было Сколько Оце Будет Скажите Болебердайте Поясните Мені И другим Людям Я вас прошу Шановны Если Вы Конечно Зумієте Я Я Людей Я Росіянин України Білорус Поляк Мені Люди Всі Однакові Треба Прикратити Треба Зеленый Зеленый Буси От Министрів Педалирует Продажу Украинской Земли Тогда У меня К вам Вопрос А Кто Виноват В Подобных Вещах Я Напомню И Кстати говоря Жаль Вы Трубку Положили Мне Интересно Было Послушать За кого Вы Голосовали На Парламентских Выборах Мне Почему То Кажется За Слух Народа Так Вот Кто Виноват В том Что Происходит Не Те Ли Кто Избрал Этих Депутатов Не те Ли Кто Позволил Этим Депутатам Назначить Это Антиукраинское Правительство Хотя С украинскими Фамилиями Не Не те Намного Проще Кстати говоря Откуда Родился По большому Счету Антисемитизм И Почему Так Ревностно На одной Части Украины Как Только Туда Вошли Нацисты Местное Население Принимало Участие В убийствах Отъемах Имущества И так Далее Откуда А вот Из этого Ведь Новый Иерусалим Раз У Иудеев Максимальное Количество Денег Хотя Билл Гейтс Тот же Он Не Еврей Коломойский Далеко Не Самый Богатый Гражданин Украины Мифы Зависть Глупость Глупость Вот И все Объяснение У меня Нет Другого Объяснения Подобным Вопросом Но Пан Иван Скажу Вам Следующее Именно Вы Избрали Парламент Который Сегодня Украинский Парламент Который Сегодня Готов Продать Украинскую Землю И Именно Вы Позволили Этому Парламенту Созвать Подобное Антиукраинское Правительство Вы И Очень Многие Другие Так Может Быть вопрос Не в тех Кто собирается Покупать Землю Я лично Крайне против Распродажи Украинской Земли Я считаю Что это Дуг Государства Что нельзя Это делать Я считаю Что Как только Левые силы Придут К власти Мы Отменим Эту Реформу И Заберем Все То Что Эти Попытаются Сейчас Распродавать Заберем Назад В лона Украины Это Мое Мнение Я считаю Что Без Этого Украины Не будет Я считаю Что Подобная Реформа Не в Интересах Ни Украины Ни Украинского Народа Но Я Не был Избран Вами В этот Парламент И Не нахожусь Сегодня В правительстве Я могу Просто Анализировать И Подавать Рецептуру Или Объяснять Причины И Могу Убеждать Вас Не Живите Скрепами Чушью Глупостями И Протоколами Сионских Мудрецов Выдуманных Тогда Когда-то Ради Какой-то Конкретной Корыстной Цели Откройте Глаза Посмотрите На белое Посмотрите На черное Если Кто-то Думает Что Повторится Событие 75-летней Давности Он Глубоко Ошибается Ничего Не Получится Уже Не Получится Пусть Бог Хранит Украину И Каждую Украинскую Семью С этими Словами Я Заканчивал Все Свои Эфиры На протяжении Всех Этих Лет С этими Словами Я Вел Эфиры От Которых У Некоторых Шубы Заворачивались Потому Что Они Не Представляли Что Подобное Возможно Во Времена Квазинацистского Режима Порошенко Я Точно Не Собирался И Не Собираюсь Раззарять Эту Для Меня Родную Землю Я Уверен Что Смесь Крови На Территории Украины Смесь Народов Смесь Силы Это В целом Огромная Сила Для Всей Стран Я Уверен Что Тот Кто Этого Не Понимает Просто Жалкий Человек Которому Лучше Отойти В Сторон И Не Мешать А Или Почитать Книжки Это Тоже Помогает Ладно Пусть Бог Хранит Украину И Каждую Украинскую Семью Пока